Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10-11 класса, Танасиан, задание 634. Найдите площадь полной поверхности, описанного около сферы радиуса R многогранника. Если этот многогранник... Давайте запишем, что мы рассматриваем сферу с радиусом R. И в пункте А многогранник, описанный около сферы, это куб. И нам нужно вычислить площадь полной поверхности куба. Для того, чтобы вычислить площадь полной поверхности куба, нам нужно знать сторону куба. Поскольку сфера вписана в куб, то это значит, что она касается всех граней куба. Радиусы, проведенные в плоскости всех граней куба, являются касательными к этой сфере, а радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательной плоскости. Тогда, поскольку противолежащие грани куба параллельны, а радиусы, проведенные в точке касания, это перпендикуляры, тогда отсюда следует, что высота куба равна диаметру сферы, или высота куба – это сторона куба. Тогда сторона куба равна диаметру сферы, или двум радиусам. Площадь полной поверхности куба складывается из площадей шести его граней. Каждая грань – это квадрат. Площадь каждой грани – это квадрат. Таким образом, это будет равно 6 умножить на 4 р в квадрате, или это будет равно 24 р в квадрате. Пункт В. Теперь многогранник, который описан около данной сферы, это правильная шестиугольная призма. Призма описана около сферы, значит, каждая ее грань касается сферы. Таким образом, каждая грань сферы, все грани этой призмы равноудалены от центра сферы. Тогда, поскольку грани оснований параллельны, и они равноудалены от сферы, тогда высота сферы также равна диаметру, высота призмы равна диаметру сферы, равна двум радиусам. А. Боковые грани призмы равноудалены от отрезка соединяющего центра основания призма на расстоянии радиуса вписанной окружности. Поскольку у нас правильная шестиугольная призма, то это окружность, вписанная в правильный шестиугольник. И поскольку это расстояние от центра сферы до каждой из боковой грани, то тогда это равно радиусу сферы. Для того, чтобы вычислить площадь поверхности правильной шестиугольной призмы, нам нужно знать ее высоту и сторону основания. Высота нам известна, или боковое ребро. А сторону основания мы можем определить, воспользовавшись формулами стороны и стороны для правильного шестиугольника. Итак, сторона правильного шестиугольника, как известно, она равна радиусу, описанной около этого шестиугольника окружности. А радиус, вписанный в этот шестиугольник окружности, равен радиусу, описанной окружности, умножить на косинус 180, разделить на 6, шестиугольная призма, на косинус 30 градусов, а это корень из 3 на 2. Тогда отсюда радиус, описанной окружности, около правильного шестиугольника, он же равен стороне правильного шестиугольника, будет равен радиусу, вписанной, умножить на 2 и делить на корень из 3. А поскольку радиус, вписанный, это радиус сферы, значит, это будет r сферы умножить на 2 и разделить на корень из 3. Ну и вот теперь мы найдем площадь основания призмы, S6 по формуле. Площадь правильного шестиугольника равна полупериметру на радиус, вписанный окружности. То есть полупериметр – это 1 вторая, всего 6 сторон, а шестое запишем в формулу на радиус, вписанный окружности. Тогда это будет равно, ну, 1 вторая и 6 сразу сократим, 3 умножить на а6. А6 – это 2 r делить на корень из 3, и радиус, вписанный окружности – это просто r. Тогда это будет равно, ну, 6 r в квадрате делить на корень из 3. Ну, избавимся от рациональности, домножим на корень из 3 числитель и знаменатель, получим 6 r в квадрате на корень из 3 знаменатель и корень из 3 на корень из 3. Это мы вычислили площадь основания правильной шестиугольной призмы. Ну и теперь, собственно, запишем площадь полной поверхности. Она будет складываться из двух площадей основания, то есть 2s6 и плюс 6 граней боковых. Значит, площадь каждой грани – это прямоугольник, 6 граней. Прямоугольник со сторонами а6 умножить на высоту или на боковое ребро, на а6. Тогда это будет равно 4r в квадрате корней из 3 плюс 6 умножить на а6. Это 2r делить на корень из 3 и умножить на высоту. Высота у нас 2r. Тогда это будет равно 4r в квадрате корней из 3 плюс здесь у нас получается 24r в квадрате делить на корень из 3. Избавимся от рациональности. Получим 4r в квадрате корня из 3 плюс. Если мы домножим на корень из 3, то получим 24 корня из 3 делить на 3. Значит, 8r в квадрате корней из 3 после сокращения получится. А итого получится всего 12r в квадрате корней из 3. И это площадь поверхности правильной шестиугольной призмы. В пункте В у нас описан правильный тетраэдр. Тогда давайте его изобразим. САВС. Запишем. САВС. Это правильный тетраэдр. И он описан около сферы радиуса r. Правильный тетраэдр. Значит, все его ребра равны между собой. И тогда давайте запишем. Пусть ребро тетраэдра АВ равно А. Ну и все грани тетраэдра представляют собой тогда равносторонние треугольники со стороной А. Тогда проведем, ну давайте проведем высоту правильного тетраэдра. САВС как известно, высота проходит через центр треугольника АВС. И если мы проведем вот таким вот образом, проведем медиану АМ, то можем записать, что основание высоты H, ну давайте напишем, что SH это высота перпендикулярка АВС, основание H лежит на АМ, ААМ это медиана и высота бисектриса. А также, если мы проведем СМ, то СМ также будет медиана и высота. В таком же точно равностороннем треугольнике. Вычислим медиану. Медиана будет равна, поскольку она высота, то тогда ее можно вычислить из прямоугольного треугольника АМС, например. И она будет равна АС в квадрате минус СМ в квадрате. А учитывая, что сторона АВ треугольника равна А, то тогда это будет равно АС это А в квадрате минус СМ, это половина от А в квадрате, это А квадрат на 4. Итого получаем А корней из трех на 2. Ну и значит СМ тоже А корней из трех на 2. Теперь, точка H – это середина треугольника АВС, тогда АН равно радиусу, описанной около треугольника АВС окружности, а АН равно радиусу, вписанной в треугольник АВС окружности. И поскольку точка H также является точкой пересечения медиан треугольника АВС, то она делится в отношении 2 к 1, начиная от вершины. То есть АН – это две части от медианы АМ, а АН – это одна часть от медианы АМ. Тогда это будет 1 треть умножить на А корней из трех делить на 2, а это будет равно А корней из трех делить на 6. Ну и давайте вычислим высоту SH. Ну, из прямоугольного треугольника SHМ, она тогда будет равна разности квадратов гипотенузы SM в квадрате минус HM в квадрате, а это будет равно корню квадратному из… Так, SM – это у нас такая же медиана и высота, значит, это А корней из трех делить на 2. Давайте здесь запишем, что SM тоже равно А корней из трех делить на 2, потому что это такая же медиана такого же равностороннего треугольника со стороной А. Тогда в квадрате это будет А квадрат умножить на 3 делить на 4, минус HM – это А квадрат умножить на 3 делить на 36. Тогда это будет равно корень квадратный. Приведем к общему знаменателю. В знаменателе 36 вычислители у нас будет 9 на 3 А квадрат минус А в квадрате умножить на 3, тогда это будет А в квадрате умножить на 3 и умножить на 9 минус 1 на 8. Тогда не будем мы сокращать, вынесем вот так, вынесем А делить на 6, вынесем из-под знака корня, под корнем останется 3 умножить на 8. Тогда это будет равно, значит, корень из 3 умножить на 8, 3 умножить на 4 и умножить на 2. Тогда это будет равно 2А корней из 6 делить на 6, или это будет А корней из 6 делить на 3. Это мы нашли SH. А вот теперь давайте запишем, что это было первое. А теперь второе. Как была показана в задаче 633, центр сферы вписаны в правильную пирамиду, а данный тетраэдр правильный, можно считать правильной пирамидой, то центр сферы, вписанная в этот правильный тетраэдр, лежит на высоте SH. Поскольку центр сферы равноудален от всех граней тетраэдра, ну и от боковых граней тетраэдра, то тогда мы проведем перпендикуляр на CSB. Давайте запишем, что мы проведем перпендикуляр ОК перпендикуляр к СМ. Ну, поскольку у нас СБ перпендикулярно ОК, но это несложно показать, нужно показать, что СБ перпендикулярно плоскости АСМ, то тогда отсюда будет следовать, что ОК перпендикуляр к плоскости CSB, следовательно, ОК и есть радиус сферы, поскольку это перпендикуляр к касательной плоскости, плоскости боковой грани. Это, значит, у нас радиус сферы. А вот теперь мы рассмотрим треугольники. Треугольник ОСК и треугольник HСМ. Оба треугольника прямоугольные, и они имеют общий острый угол С. Тогда эти треугольники подобны по двум равным углам, и тогда мы можем записать отношения сходственных сторон. Итак, СО гипотенуза малого треугольника относится к гипотенузе большого треугольника СМ как катет, лежащий напротив угла С малого треугольника ОК, относится к катету, лежащему напротив угла С в большом треугольнике HМ. Так, ОК – это радиус, СМ нам известно, HМ известно, а СО, чему равно СО? Давайте запишем. СО – это SH минус OH, но OH – это же радиус сферы. SH мы вычислили, значит, это А корни из 6 делить на 3 минус радиус сферы. Тогда у нас получается СО, значит, А корней из 6 делить на 3 минус Р относится к СМ. СМ – это А корней из 3 делить на 2. Это отношение равно… ОК – это радиус сферы. HМ – это А корней из 3 делить на 6. Ну, давайте отсюда выразим Р через А. Тогда запишем, что А корней из 6 делить на 3 минус Р умножить на А корней из 3 делить на 2 умножить на Р. Тогда разделим обе части на А корней из 3. А корней из 3. Ну, можем это сделать, потому что А у нас не равно 0. Так, и еще домножим на 2. Здесь получим единичку, здесь получим троечку. Тогда у нас получается 3Р равно А корней из 6 делить на 3 минус Р. А отсюда 4Р равно А корней из 6 делить на 3. А вот теперь мы выразим А через Р. А будет равно, значит, 12Р делить на корень из 6. Или если мы домножим на корень из 6 и числитель и знаменатель, то получим в итоге 2Р корня из 6. Ну, и теперь мы можем записать площадь поверхности тетраэдра. Тетраэдра складывается из площадей 4 его граней. Площадь каждой грани – это равные равносторонние треугольники. Площадь АВС. Тогда это будет равно 4 умножить. Ну, площадь АВС – это можно так, по такой формуле. Половина произведения сторон АС на АВ на синус угла между ними. Между ними угол в 60 градусов, потому что треугольник у нас правильный. Тогда это будет равно… Ну, сократим. 2 АС и АВ – это по А. А у нас равно 2 корня из 6, значит, это будет 2Р корня из 6 на 2Р корня из 6. Синус 60 градусов – это корень из 3 делить на 2. И тогда это у нас получится. Двойки, двойку сократим. Это будет равно корень из 6 на корень из 6 – это 6. 6 на 4 – 24Р в квадрате и корня из 3. Это искомая площадь поверхности правильного тетраэдра. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.